Мы живем в том мире, когда у нас, к сожалению, много непонимания со стороны людей, между людьми, много непонимания. И вот что же сделать нужно в этом мире для того, чтобы жизнь начала у вас, конкретно у вас, у тебя, либо у тебя налаживаться? Если вам интересно, то сейчас я расскажу, что лично я сделал в 2020 году. Это протестировал на себе, это работает, это классная штука. И если вы будете придерживаться определенных моментов, то я думаю, что и у вас 2021 год пройдет намного лучше, чем 2020 год. Еще что нужно делать, это не нужно вешать ярлыки, не нужно все идеализировать. Допустим, я живу в Германии, да, и есть определенные ярлыки, которые повешены на немцев. Немцы, фашисты, которые начали войну против России, против Советского Союза и пытались захватить Советский Союз. То есть они плохие. Слово немцы-фашисты, прям сразу. То есть к этому относятся. Вот такой прям ярлык повесили, да. Русские, взять русских. Русский, водка, медведь, балалайка. То есть это для немцев русский, вот в три эти слова прям вкладываются. То есть если ты русский, значит ты пьешь водку, играешь на балалайке, и у тебя где-то там при танцовках еще медведь. Взять, давайте, любую другую нацию. Цыгане, да. Цыгане по прошайке. То есть постоянно где-то просят. Это такие ярлыки, которые повешены на определенные нации, на определенные народы. Это может быть не только нации и народы, это может быть во всем. То есть берем, например, кого? Геи. Ну, интересная тема геи. Она все более чаще звучит на моем канале, и вы спрашиваете, не гею ли я? Когда-нибудь отвечу на этот вопрос. Все может быть в этой жизни. Геи, да? То есть это тоже как бы геи плохо. Почему плохо? Потому что они там между собой. Вот. Ну, это опять определенный ярлык, да? Либо, не знаю, что мы еще возьмем. Просто уже не приходит ничто на ум. Ну, то есть как бы есть определенные языки, ярлыки, которые вешают люди на то, либо иное мероприятие, на ту, либо иную нацию, человечество, народ, либо на ту группу людей, которые встречаются в нашей жизни. То есть и местным. Не нужно это делать. Не надо какие-то ярлыки вешать. Не нужно также все идеализировать. То есть многие думают, что вот мы имеем право переехать в Германию в качестве поздних переселенцев, и для нас Германия это такое святое место, где все будет классно. Где не надо работать, и можно получать деньги. Нет, к сожалению, этого нет. Здесь нужно работать и зарабатывать деньги, и работать побольше и побыстрее, чем в той стране, в которой вы сейчас проживаете. Да-да, это так. Но многие думают, что вот делают, идеализируют Германию. То есть это идеальная страна для проживания с хорошей экономикой стабильной, с хорошими социальными выплатами и тому подобное. Да, на первых этапах Германия очень сильно помогает тем, кто сюда приезжает. Но это на первых этапах. А потом нужно за это все отрабатывать. Что мы сейчас уже и делаем. То есть мы выучили язык, помогало нам государство, платили нам пособия и оплачивали курсы немецкого языка. Потом мы проходили аусбильдинг, учились обучение, проходили на профессию. Опять же нам государство помогало. А сейчас мы это все закончили. Теперь мы выплачиваем долги по тем помощям, которые нам оказывало государство. Платим налоги. Так что не нужно идеализировать ту либо иную вещь, ту либо иную страну. Тогда будет все в вашей жизни классно и суперски.